Только профессиональные юристы. Полное сопровождение по кредитам и не только. Компания Кадар. Бутина 28. Телефон 210-145. Компания Кадар. Бутина 28. Телефон 210-145. Компания Кадар. Боевая граната представляла реальную угрозу для жизни и здоровья детей. Количество осколков от взрыва такой гранаты достигает 300 штук. Расчетный радиус поражения до 250 метров. Любовь за деньги или масштабный бизнес на интим-услугах. Уголовное дело, возбужденное еще год назад в отношении группы читинских сутенеров, обрастает новыми подробностями. Выяснилось, к примеру, что девушек, которые облажали клиентов, было не 20, а больше 40. Причем больше 10 из них не исполнилось еще и 18 лет. И, возможно, это еще не предел. Это кадры оперативной съемки годичной давности. В апреле 2016 года стражи порядка нагрянули домой к организаторам постельного бизнеса. 39-летнего главаря и его подельников-сутенеров взяли, что называется, тепленькими прямо из кроватей. Тогда же изъяли массу улик, ежедневные рукописные записи о вызовах и количестве отработанных проститутками часов, а также телефоны, деньги и рабочий автотранспорт. Если год назад следователи говорили лишь о группе читинских сутенеров, то сегодня речь идет уже о целом преступном сообществе. Интим-услуги клиентам оказывали более 40 девушек, многие из них несовершеннолетние. По предварительным оценкам, ежемесячный доход постельных бизнесменов составлял около миллиона рублей. Стоимость одного часа сексуальной услуги на квартире клиента составляла 2500 рублей в последнее время. Из них девушка получала 1000 рублей. И из этой суммы 1500 причиталось сутенером, который делили это уже между собой, исходя из своей иерархии. Следователи утверждают, бизнес был организован, что называется, с размахом. Одновременно работали несколько подгрупп, в каждой были свои водители, охранники и сутенеры. Жрец любви ублажали клиентов на съемных квартирах, в гостиницах, саунах и других развлекательных заведениях Читы. В качестве обвиняемых сегодня привлечены более 20 человек. Семеро из них заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом. В настоящее время мы совместно с коллегами из полиции занимаемся проведением следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений. Но я могу сказать, что с учетом того, что возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье, то сейчас уже членам группы грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Кроме того, преступное сообщество спокойно работало в Чите на протяжении 10 лет, лишь потому что имело покровителей среди высокопоставленных чинов Забайкальской полиции. Сейчас двое теперь уже бывших сотрудников МВД также задержаны и вместе с сутенерами ожидают суда. Мария Машанова, Полина Харченко, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Новогодняя семейная драма. Следователи закончили работу по делу в убийстве пожилой женщины и ее же сыном. Трагедия произошла 1 января этого года в селе Ульяновка. Поводом для ссоры стало то, что 49-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Устав от нотации матери, отпрыск, который к тому же находился под градусом, взял нож и нанес женщине не менее 8 ножевых ранений. Она умерла на месте. Мужчину задержали в тот же день. Свою вину он полностью признал. За совершенное преступление убийца может отправиться в колонию на срок до 15 лет. В Петровске-Забайкальском 50-летний водитель Ниссан Сафари сбил ребенка, сидящего в картонной коробке, которая стояла на дороге. Мальчишка нашел коробку и играл в ней на дороге во дворе своего дома. Водитель Ниссана, заезжая во двор, не увидел в коробке мальчика и поэтому решил проехать по ней. Семилетний мальчик чудом остался жив. Он госпитализирован с рваной раной головы. А у меня на этом все. Телефон редакции 415107. До свидания и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok